Так бесславно все и завершилось, короче. Бесславные лошки, да? Бесславные лошки засали на танковой. На Нивах. А, бесславные лошки на Нивах засали на танковой. И три восклицательных знака. Нет, вопросик, чтобы мне так обидно было. И три восклицательных знака. Ага, ну все, я записал, как подписают. Хорошо, что у меня моя поломалась. Три ананаса. Один вообще не доехал. Подожди, ты можешь повторить, что ты сказал? Я говорю, нормальный был афроуд. Ну, контента, конечно, блогеру не досталось. Не, ну, подожди, ну ты же нам не платишь за... Мы нашли джипсник. Мы нашли джипсник, что это? Стой, куда? Чувак, ты куда? Мы думаем, это новостахер с вашими Нивами. Ну, вот мы же смотрим рекламу на твоем канале. Тебе за это платят деньги, а ты нам за это не платишь. Ну, это же несправедливо. Поэтому нет денег, нет афроуд. Включили заднюю, поэтому? Мы всегда вперед ехали. Да? А где, включили два раза? В начале и в конце. Не, а вы подписывайтесь на афроуд, и когда будет залу пазл починен, и залу пазл 2, то будет интересно. Потому что все зрители интересуются. Да, ребята, напишите в комментариях, хотите вы еще увидеть... Ложков на Ниве! Да, у нас! Все, я внутри болида. Ого, камера у тебя! Ну да. Хелки, так ты все видишь. Я снимаю все, что так. Я думаю, что так спокойно ты себя чувствуешь. Маски тут. Давай маски оденем, и туда заедем, воинскую часть. А он уже нас в полицию встречает. Уже? Ага. Скажи, что мы за грибники, если что. Говори, что мы грибники, едем за грибами. Не, это попутчик. Извините, а вы не подскажете, вот так прямо мы проедем на лес, да? Спасибо. Да, да, езжайте. Да не, мы тут ездили 300 раз, тут хорошая дорога. Блин, как мы едем четко вообще. Блин, я забыл, что человек. Там сзади же, блин, точно. А где Федю они туда посадили? Ну да. В зеленую? Так, а тут нам направо или... Да, да, давай направо режь, на танковый. Чуть-то это. А, дом, дом чей-то. А штурман же сзади, он смотрит, он крикнет, наверное. У него голос знаешь какой. Так, все, повернули в сторону танковой, направо. Как раз мы где-то в хорошем месте и выедем. Выезд на танковую. Это тут, где мой кардан лежит, наверное. Наверное, это этот выезд. Надо сейчас искать идти. Здоровая Бугаи. Мой стульчик нашел. Да, по этой дороге мы с Витей по снегу как-то ехали тоже с танковой. Он пошел на разворот и потом вернулся на танковую. Выехали в конце танковой переезду. В конце танковой. Можем вправо поехать по танковой. Вот, направо танковой. Да? Да. Блин, я помню... Не-не-не, я помню это место. Какое? Я тут на велосипеде катался. Да? А, жесть. Я его всего-то рогу нес на горбу. Да ладно? Я тебе сразу говорю. Тут такая жопа тогда была. Блин, глянь, мусор повывозили, дебилы, блин. Было чисто, тут не было такого. Ну вот танковая. Тут гелик даже ехал стоковый с нами. Ого, хорошо тут сегодня. Градо такой. Ёлки-палки. Хороший шлицевай. Так в оригинале. А ну покажи спереди чей. Бля, нормальный руль. Это может Витинс, слышишь? Да, попробуй. Да он грязный, не. Да ладно, Проташ, что-то. Что, поедем? Я предлагаю пройти там. Я предлагаю проехать. Блин, мусор она вывозили, тут дегенераты. Чего? Тут бы выкопать. Да не, ну тут можно ехать спокойно. Смотри, 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 по пихоньку выбираешься. Выбираешься. Ну, блин, идет неплохо. Ну, две Нивы. Фары на диодах. Да, комары тут лютые такие. Снимать не очень удобно. Для Нив на самом деле ничего такого страшного нету. Но уровень воды высокий, несмотря что потеплело несколько дней. Видите, идет. Выбирая траекторию. Так, а там по левой. Я его не вижу. Да не едет. Как-то тех, кто тут не часто бывает, дорога пугает. Это страшно выглядит она. Но ехать можно. Правая руль, правая руль. Да, как туда они мусор довезли. Или где-то сбоку заезд есть. На самом деле тут не так страшно, конечно, как выглядит. Но воды много. До того съезда на грунтовку можно спокойно ехать. Да, но проходное все-таки. По какому-то лайту пошел полному. По какому-то лайту пошел полному. Жесткий. 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 Все объехал. Короче, основной джипер вот сегодня. Наблюдаем за ним. Хорошая нива и одна, и вторая. Нечего бояться вообще. Нечего бояться вообще. Так, куда животинки, откуда же они заехали, что это выбросили. Воды было много давно уже. Смотрите, унитаз и колеса. Какая-то одежда. Какой-то станции. Тут сбоку заезда нет. Непонятно. На чем-то видно полноприводном. Блин, дегенераты. Так тут было чисто, хорошо. Да, ну ничего. Едем пока дальше. Охренеть. Больше, чем на танке с академиком, да? Да. Тут над названием пошла работа. Когда в видео появятся лошки на нивах. Лошки на нивах. Название зассали, да? И больше можно даже ничего не добавлять. Лошки, нивы и танковые. Не-не. Не, надо, чтобы зассали. Не, мы реально зассали. Я там вижу такую лужу, что я его убью. Да не, ну давай уже. Надо уже высосать сюжет теперь. После такого названия. Мы не должны упасть лицом в грязь. Вот в эту. Ой, тут волки бежали, пацаны. Охренеть, тут волки. Давай быстро в Нивы и отваливаем отсюда. Чтоб не поднять волну, то есть аккуратно вот здесь вот становись. О, держи вот камеру вот здесь вот над водой и вот здесь вот пойдет волна. А ну. Ты готов? Да. Это самое мелкое. Ого. Цунами блин, слышишь? Это эффект цунами? Полосочкой. Ёлки, мы вычислили как цунами происходит. А ты видишь, что это говнище сверху получается не дает воде выйти и вода его вот так вот поднимает. Я думаю, что там просто гребень. Мелкая там. Да. Сколько вариантов красок стоит? Не знаю, у Витя бесплатно брал. Так это коллега его, да? Да. А его краска сколько стоит? Десять тысяч. Так, друзья, ну вот лужа. Тут обычно суховато, но в этом году обалденно сейчас просто шикарно тут кататься. Так, это что? Это что? Это далеко? Да нет, ты что? Да далеко. Нет. Тут по левой стороне можно ехать. Я что-то в Головине не проезжал. Да нет, тут не проезжал. Но мог бы и проехать. Давай одной попробуем, да и все. Вот тут твердо я иду нормально вообще. Тут твердо. Отлично идем. Да. Что ты нашел? Кардан. Человек. Да? Показывай. А ну тяни, может вытянешь целого. Отойди, Веталь, отойди быстрее. Это Мазань. А это ему отдавили кразом, наверное, осталось. Если ты будешь смотреть это видео, это приз тому, кто проедет эту лужу. Он хранится посредине лужи. Так а размер какой-то 47-й, что ли? Ха-ха-ха. Та на вырост брали. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Так, все глубоко, сказали, очканули. Так что название видео соответствует, похоже. Как ни печально это звучит. Да, вот так бесславно закончился наш проезд. Ни с той стороны не преодолели, ни с этой. Но сегодня тут, конечно, просто бомба. Просто бомба. Надо пользоваться моментом. Ну, я думаю, Витя сейчас УАЗы доделает. Да мы поедем, проедем. Пару метров, да? УАЗ починили. Залу пазл починим. Шины оденем. И поедем с Витей. Не, ну классно тут сразу вообще бомба. Не, ну туда бардачу на бомбе вообще отлично. И Леоне здесь понравилось. Да, да. Ну что, у него двигатель уложил? Да. Цветы растут посреди танковой. Пошел на разворот. Финиш бесславного оффроуда. И по правой, или по лев? А давай... Да, красиво конечно. Да, нет состава участников без лебедок. Страшно. Так, набираются смелости, но пока еще не то. Не, Леха думал поехать по оффроуду. Кто-то его отговорил. Да, такого позора давно не видела. Танковая. Если бы еще на одной машине можно оправдать. А на двух. Такие объезды недопустимы конечно. Это просто позор. Тут и на Форестере можно было ездить. Это жесть просто. Два раза развернулись. И так и не покорили танковую. Ну тут лайт полный. Зимой тут люди на Гелике столько вам не боялись. Знаешь за сколько Вадик? За 3500 Руслан. Вадик это самый главный спонсор оффроуда. Представляешь? Слышишь как работает машина? Круто. Это что? Доброе? Да. Так он видишь? Подожди, подожди, подожди. Что застрял думаешь? Да. На первой пониженной... Не, не, не. Подожди. Попробуй на первой пониженной на холостом ходу. Вот это коротко, да? Нашли оффроуд хоть где-то. Да ну назад давай. Не, назад и выше. Еще вперед. Давай. Так бы и там выехали. Идет, идет, идет. Давай. Идет, ну. Идет, 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 идет. Давай еще пару раз и выедем. Руль чуть вправо, чуть вправо. Идет, идет, идет. Идет, идет, да? Идет. 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 Почти выехал. Давай втроем, в четвером толкнем и выйдет. Подожди, подожди, все возьмутся. Не, назад, чуть-чуть вперед и назад. Чуть-чуть вперед. Чуть-чуть не проехал. Давай, бойся, бойся, давай. Идет. 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 Да, без напряга. Так бесславно все и завершилось, короче. Бесславные лошки, да? Бесславные лошки засали на танковой. На Нивах. А, бесславные лошки на Нивах засали на танковой. И три восклицательных вза. Нет, вопросик, чтоб не так обидно было. И три восклицательных знака. Ага, ну все, я записал, как подписывает. Хорошо, что у меня моя поломалась. Три ананаса. Один вообще не доехал. Один лошок пешком, короче, все. Блин, он бы, конечно, да. Было бы весело. Блин, это, конечно. Слышишь? А его Нива на подстраховке. Поехали назад. И тогда видео название изменим, если это. Будет, конечно, жестко, если он где-то там на Бориспольской спал и погибает в жаре, да? Сродит нам, а мы типа морозимся. Не слышим. На связи нет. Не застряну я опять. Подожди, шлем надо этому. Дай пусть оденет. Мало ли что в дороге. Якорь. И не один. Сантраки. Машина укомплектована. По последним словам о фроудной технике. Если бы была лебедка целая, ничего бы этого не было бы. Да? И ни названия не родилось бы, да? Да, ни сантрака. А, ты бы не брал ничего? Подожди, ты можешь повторить, что ты сказал? Говорю, нормальный был фроуд. Ну, контента, конечно, блогеру не досталось. Не, ну, подожди. Ну, ты же нам не плачешь за посылок. Мы нашли джип-слейк. Что это? Стой, куда? Чувак, ты куда? Я думаю, это новостахер. С вашими Нивами. Ну, вот мы же смотрим рекламу на твоем канале. Тебе за это платят деньги. А ты нам за это не платишь. Ну, это же несправедливо. Поэтому нет денег, ни это фроуд. Включили заднюю поэтому? Что заднюю? Мы всегда вперед ехали. Да? А где? Включили два раза. В начале и в конце. В одном месте развернулись. И во втором, да? Ну, в начале же тоже развернулись. Нет. На самом деле мы чего не поехали, потому что у нас был план проехать всю танковую, но тремя Нивами. Да. А из-за того, что у нас получается две Нивы, то есть это как неполный приезд. Нет, подожди, ну смотри. Первый спецучасток мы проехали полностью, правильно? Да. Ну ведь не много машин в Киеве, которые даже первые проезжали полностью. О! Татьяна слепой на мотоцикле проезжал. И мы еще проехали часть второго. С заднеприводным. Пусть весь, но часть его проехали. Да. Причем егерь первый раз поехал на покатуху на Ниве, на нормальную покатуху. И проехал первые спецучастки на танковой. Да, да. Так нормально я движу. Да, ребята, с вами весело. Так зачем? Да, конечно, просто что ты редко приезжаешь просто. Ну теперь будешь чаще, да, уже? Да, да. А куда нам тут? Налево. Не, а вы подписывайтесь на Afro 3, когда будет залу пазл починен и залу пазл 2. Да починен. Вот интересно. Уже все зрители интересуются. Да, ребята, напишите в комментариях, хотите вы еще увидеть лошков на Ниве. Лошков на Ниве. Дуб из Улада. Все, финиш. Да, такого оффроуда еще не было. Как-то шумней работать стало и обороты выше. Как-то не так работает или нормально. Успокоитель, чтобы начал карабанить. Да. Новый, кстати. Ну что, будет вторая серия лошки на Ниве возвращаются? Нет, смотри. Починим зеленую Ниву и ты в тот ролик вставишь, когда мы с Артемом орем возвращение лошков на Ниве. Да, вот как ха 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 ха. Это ха ха ха.